Музыка 7 часов Традиционное наше время начало занятий В рамках университета рабочих корреспондентов Тема сегодняшних занятий Тактика применения профсоюзных методов борьбы за права трудящихся Занятия проводит генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Александрович Куликов Слово сказать, он специально приехал из Москвы Только что с поезда, можно сказать Так что надо его, наверное, уже заодно это поблагодарить Еще раз напомню о нашем регламенте Пока идет подача материала Желающие могут записать вопросы в письменном виде И сюда, так сказать, передать их Те, кто хочет выступить в конце занятий То тоже просьба записываться на выступление И подавать сюда в рабочий президент Итак, слово Евгений Александрович вам, пожалуйста Спасибо, добрый вечер, уважаемые друзья, товарищи Ну, сначала чуть-чуть познакомимся о себе, расскажу Степан Сергеевич сказал, что я генеральный секретарь Союза профсоюзов России Но это было не всю жизнь, на самом деле До этого, до того, как начать заниматься профсоюзной работой Я был машинистом электровоза пассажирского поезда И водил поезда Ну, в 90-х годах, в 91-м частности Когда вот в нашей стране начались некие перемены Непонятные И в том числе на профсоюзной поляне тоже началось шевеление И вот в одном из московских депо Я был одним из инициаторов создания одного из свободных профсоюзов в то время Он назывался РПЛБЖ Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников Ну, впоследствии по ряду причин он переформатирован был Межрегиональный профсоюз железнодорожников В том виде он сейчас и существует Это вот с начала 91-го года Ну, а генеральным секретарем Союза профсоюзов России Я стал несколько позже Фактически 10 лет назад Это 2010 год Когда в нашей стране Ну, на самом деле уже на тот момент Было сформировано несколько И создано несколько профобъединений Общероссийского уровня Ну, первые вы, наверное, все знаете В кавычках первые Это Федерация независимых профсоюзов России Также была и Конфедерация труда России Соцпроф ВКТ еще в свое время было Вот, но все данные объединения Они как-то вот не устраивали Определенную часть профсоюзной поляны Можно так сказать То есть были люди Профсоюзники, которых не устраивал Вновь ФНПР понятно по какой причине То есть это организация практически Являющаяся некой структурой администрации страны Которая работает практически на исполнение заказа олигархов Ну, работает на буржуев Ну, а такие якобы свободные профобъединения Как КТР, Соцпроф Они перестали нас устраивать по ряду причин Ну, если на это у нас будет время Мы сможем поговорить отдельно Вот, но я думаю Не стоит пока акцентировать свое внимание Именно на это Вот, и поэтому в 2010 году Ряд профсоюзов Свободного толка И в том числе вот Железнодорожный профсоюз Приняли решение о создании Нового объединения Профсоюзного союза Профсоюзов России Не могу сказать И утверждать Что за эти 10 лет Как бы наши принципы Нашего строительства Идей Они оставались неизменны То есть как бы Со временем все меняется Мы тоже учимся Ну, Кульскорая сказал Мы самое молодое профобъединение В нашей стране Мы учимся на ошибках И предыдущих организаций И изучаем опыт работы Всех подряд И поэтому у нас Меняются приоритеты И к настоящему моменту Наше профобъединение Пришло к выводу Что профсоюз Может быть эффективен Если этот профсоюз Либо профобъединение Имеет и носит Классовый характер Вот так вот получается Мы к этому пришли И, ну, что такое Классово-ориентированные Профсоюзы Вам рассказывать Наверное, нет смысла Так же, как вот Мы вспомним Фильм «12 стульев» Когда Остап Бендер Пытаясь прочитать лекцию Шахматистам А что такое Есть дебют И что такое Есть там Еще что-то Назвал Идея Да, но дебют Вы знаете Что такое Это Квази Фантазия Но это всем понятно Да, то есть Так же я и говорю вам Что такое Классово-ориентированные Профсоюзы Вы все, наверное, понимаете И смысла Вдаваться в детали В подробности Этого не нужно Вот Но могу сказать Вот и повторить Лишь только то Что СПР пришло к выводу Что профсоюзное Объединение Оно все-таки Оно Вот классовость Она должна присутствовать И сами по себе Профсоюзы Они не могут быть Нелевыми То есть Нелевого толка То есть Ну вот Как ни крути Ни другого Не получится Вот что вы хотите Делайте Вот И Собственно Не только Даже не пример А в связи с чем Наше профобъединение В 15-м году Вступило В международное Профсоюзное объединение Это Всемирная федерация Профсоюзов Которая Была создана По инициативе Еще Советского Союза После Великой Отечественной Войны Была создана На Вот Фактически Ну Не только в Европе Но и в странах И Латинской Америки И в Азии То есть После окончания Мировой войны Была создана Некая федерация Профсоюзов То есть Но по инициативе СССР Но в последующем Она К сожалению Буржуазные Страны Не позволили Контролировать Рабочее движение Советскому Союзу И собственно Чтобы он имел Левый толк И они раскололи Это объединение Создали Своё Собственное Объединение Сейчас оно Называется МКП Международная Конфедерация Профсоюзов Это Проевропейский Толк Проамериканский Настрой Это вот кстати К вопросу Почему нам не нравится Не понравилась Конфедерация Труда России То есть Они вступили И поддерживают Идею Вот этой Международной Конфедерации Труда То есть полностью Подстроены Под западные Стандарты И Желания То есть Это вот один из Скажем так Наших Наших точек Разногласия С конфедерации Труда России Ну это вот Скажем так Вводное О том Кого я представляю Собственно Что Что мы делаем Дальше будем Разговаривать Это вот что Связано С нашей Позиции И с Ориентацией Союза Профсоюзов России Ну и За наш За мой В том числе Ну я могу Сказать Практически 30-летний Опыт работы В профсоюзах А на самом деле Я в свое время Так же был уволен Как многие из вас Здесь За несоответствие Квалификации Занимаемой Должности Ну это Достаточно Просто сделать К счастью Суд поправил В свое время Оголтелого Начальника Восстановили На работе Но Работать На производстве Управлять Тем более Электровозом И заниматься Профсоюзной Деятельностью Стало невозможно Но это невозможно Совместить Как вот сейчас Я слышал Сегодня мы Разговаривали с коллегой Сергей Где-то Спрятался Не вижу На Балтийском Заводе А вон Ну сложно Работать В рабочее время Надо выполнять Свои обязанности А не с людьми Общаться И отстаивать Их интересы Ну поэтому Вот я ушел На освобожденку И уже более 30 лет Занимаюсь Освобожденной Профсоюзной Работой То есть Есть различный Опыт И поэтому Вот хотелось бы Сегодня с вами Обсудить Ну Несколько методов Форм Работы Профсоюзов Объединения И с целью Вот отстаивания Интересов И как мне Полагается Нашу работу Можно разбить На три части Первая часть Это Коллективные Солидарные Действия Почему я поставил И первой Потому что мы считаем Это самая важная часть Она может Перебить все остальные Коллективные Солидарные Действия Об этом чуть-чуть Попозже О деталях Второе направление Это грамотная Подготовка Документов Профсоюза И правовое Обеспечение Желаний И требований Членов Профсоюза И третье Это судебная Защита Прав членов Профсоюза Но к сожалению Еще и Прав самих Профсоюзов То есть собственно Вот три направления По каждому из них Можно очень долго Разговаривать На самом деле За один час Беседы Очень сложно Раскрыть И детально Обсудить Все что Хотелось бы Рассказать Но я попытаюсь Так это Бегом пробежать Как это говорят Галопом по Европе Вот Но акцентировать Вот на некоторых Моментах Ваше внимание Ну про коллективные Действия Солидарные Почему я бы Поставил на первое место Ну потому что Это основа Профсоюзной деятельности Но она В свою очередь Неразрывно Связана еще и с тем Что Принято называть Мотивацией Профсоюзного членства Опять таки Беседуя Вот перед Нашей сейчас Встречей Там вот На кухне Мы долго Рассуждали Вот почему Люди Занимаются Профсоюзной работой Ну активисты Имеется ввиду Вот Что их Сподвигнуло К тому Что надо Этим заниматься У кого-то На предприятии На самом деле Хорошие зарплаты Хорошие условия Но он все равно Занимается Профсоюзной работой У кого-то Плохие условия Но он Все равно Пытается заниматься Профсоюзной работой У кого-то Ни шатка Ни валка Особенно На маленьких Частных предприятиях Так там Вообще Непонятная Ситуация Что хозяин Говорит У меня все нормально С зарплатой С условиями труда У меня все Прекрасно себя чувствуют Но тем не менее Все равно там Профсоюзная организация И люди появляются То есть вот Я к чему говорю Мотивация Профсоюзного Членства И на наших А мы кстати Тоже часто Проводим Обучающие Семинары Имея Собственный Ресурс Небольшой И по регионам Ездим Встречаемся С людьми И пытаемся Рассказывать Что Знакомим Активистов Во-первых С нашими Возможностями Вот мотивация Профсоюзного Членства Зарплата Это одно Условия Это одно Там Я не знаю Еще какие-то Могут быть Преференции В кавычках Для членов Профсоюза Но возникает вопрос А мы Имеем право Это требовать И имеем ли мы Право Хотеть этого То есть это Вот Права Профсоюзов То есть обращаем Внимание Именно на Права Профсоюзов И сейчас Буквально Через Несколько Вот минут Я как раз Вам предложу Для вашего Внимания Некую Презентацию По Собранным Материалам Имеющим Прямое отношение К нашим Правам И к нашим Методикам Ну то есть Собственно Почему Профсоюз Это может Делать Вот Казалось бы Вот те же К примеру Партии Они так же Вроде все Выступают За права Граждан Да Всей страны За права Работников Разрабатывают Какие-то Программы Проекты Но возникает Вопрос А имеет Ли по Существующему Нашему Законодательству Партия На предприятии Либо Какое-то Движение Требовать От работодателя Исполнение Тех Или иных Норм И требований Которые Предусмотрены Законом Может ли Она добиться Это Используя Обычный Механизм И рычаги Воздействия На конкретного Работодателя То есть Никто В принципе Не может Кроме Как Профсоюз Это единственная Структура Пока в нашей Стране Есть попытки Создать новый Институт Совет Трудовых Коллективов На самом деле Есть попытки Такие Не один раз Уже Возникали Но В какой-то В определенной Степени Я этому Рад На самом деле Это все Затухает Потому что Не может Быть На предприятии Совет Трудовых Коллективов С такими же Или с большими Полномочиями Чем Профсоюз Если только Это будет создано То профсоюзные Организации Как таковые Они пропадут И перестанут Существовать Но опять Это мое мнение На самом деле Это не догма Это рассуждения Такие Вот поэтому Я попрошу Включить Экран Откуда И на чем Базируются Вот эти все Наши хотелки Именно Профсоюзные Как не крутите Все таки Наша страна Она живет В международном Правовом поле И в котором Существует Ряд Позиции И они называются Международные Конвенции Мотовские О имеющей Прямое отношение К профсоюзам То есть Первая конвенция 87-я Это предусматривает Что Государственные Органы власти Воддерживаются От всякого Мешательства Свободного И не дают Права на ограничение Право трудящихся На объединение То есть Это самая Главная конвенция Которая позволяет Нам И в развитии Этой конвенции У нас есть Конституция Которую пытались Тоже почикать И немножко Влезли в нее Но тем не менее Норма осталась То есть Мы имеем право Свободно Объединяться Без Чьего-либо Разрешения На это Объединение И осуществлять Свою деятельность В соответствии Со своими Уставами То есть Вот это Базовая Конвенция Эта конвенция Предусматривает Также Независимость Профсоюзов От органов Государственной Власти Органов Местного Самоуправления От других Организаций И в том числе И От движений И партий То есть Профсоюз По большому счету Вот независимая Такая Некая Структура И 98 Конвенция Она предусматривает Что Дает нам Право На ведение Переговоров И на заключение Коллективного договора И опять-таки Чуть-чуть Забегая Вперед Так построено Наше законодательство Что Все условия Труда Я конечно Не согласен С той Редакцией Трудового Кодекса Которая Сейчас Существует На самом деле И не согласен С тем Что Именно там Так построена Вот эта вся Законодательная база Что По-другому Не получается У нас К сожалению Но там Так сделано Что Все Что на предприятии Есть Это заработная плата Режим труда Положение Апримирования Графики Сменности Отпуска Ну и там Можно еще Много чего Перечислять Они все Проходят Могут Быть Реализованы Утверждены Только Первичной Профсоюзной Организации Только Прошу обратить Даже внимание Не профсоюзом А вот В соответствии С законом Только Первичной Профсоюзной Организации При Созданной Созданной Уйти Уйти не может В сторону Никто Ни работодатель И мы К сожалению Тоже Переместиться Никак Не можем Вот Три базовые Конвенции Потом Для нас С вами Следующая Это Наша Конституция Опять-таки Я не берусь Судить Хорошая Она Или плохая В ней Всякое Есть И Сейчас То что Появилось Тоже Не совсем Нравится Но Тем не менее В Конституции Есть ряд Статей Которые Позволяют И Устанавливают Некие Правила И порядки Для работы Профсоюзной Организации Вот Ну вот Там написано Социальное Государство Опять Это вопрос Спорный Можно поспорить Является ли Оно Таковым Вот Но Оно Такое Есть Седьмая Статья Да Говорит Об этом Пятнадцатая Статья Говорит О том Что Ну Опять Вы все Грамотные Можете Прочитать В общем И целом Что Главенствующая Конституция Другие Законы Не могут Противоречить Нормам Конституции Ну и Там Дальше По цепочке Пошло Тридцатая Статья Каждый Имеет Право На Объединение Включая Создавать Профессиональные Союзы Вот Это Базовая Для Нас Статья Конституции Которая В общем-то В развитии Как я Говорил Раньше Восемьдесят Седьмой Конвенции МОД Тридцать Первая Статья Дает Нам С вами Право Опять-таки На бумаге Мирно Собираться Без Оружия Как Собираться Опять Многие Из вас Наверняка Знают И как Это Не так Просто Но Тем не Менее Данная Статья Нам Позволяет Это Делать То есть Можно Теоретически Сейчас Нам Быти На Улицу Пройти Митингом Там Или Еще Шествием При этом Даже Быть Не Арестованным Но Тем не Менее Есть Такое Право Чтобы Его Реализовать Опять-таки Нужно Соблюдать Некие Правила Установленные Какими-то Законами Опять Об этом Сейчас Говорить Не Будем Но Тем Не Менее Это Можно Делать Про Обращение Мы Не Будем Говорить Мы И И Писать И Получить На Них Отписки Дальше У нас 37 Статья С вами Есть Очень Хорошая Которая Говорит О том Что Труд У Нас Во Первых Не Является Принудительным Возникает Также Вопрос Где То Он Нашим С вами Минимальном Размере Оплаты Труда То Из Этого Можно Сделать Однозначный Вывод Что На самом Деле Труд У нас Все Так Принудительный Но Тем Не Менее То Мы Можем Говорить И Говорим Об этом Вот Опять Я Сейчас Не Берусь Утверждать Что Это Все Прекрасно Как Вот Я Показываю И Говорю Но Тем Не Менее Это Есть Да То Вроде Можно На Это Ссылаться И Можно Дальше Добиваться Вот Этого Свободного Труда Который Непринудительный Идем Дальше Следующему Вот Что Я Там Еще Кстати Говорил Что Один Из Методов Работы Это Судебная Защита Опять Нам Закон Конституции Позволяет Свободно Обращаться В Судебные Органы Опять Тоже Мы Про Них С вами Практически Все Знаем Что Это За Органы Как Они Сейчас Работают И В том Числе Вот Я Сегодня Тоже Читал Хорошая Мне Фраза Понравилась Путинские Судьи Возникает Я Тоже Так Сначала Подумал Почему А Ведь Практически Всех Судьи Назначает Кто Президент У Нас Они Вообще Имеют Статус Пожизненный И Назначает Президент И Вот Все Практически Вот Сейчас Вся Эта Плеяда Судьи Они Вот При Нем Назначены То есть Там Мало Кто Остался Из Старых Совсем Недавно Старую Судью Хорошо Что Ее Сняли Это Председатель Московского Суда Госпожа Егорова Такая Была Она Еще В 91 Судила Нашу Первую Забастовку На Железной Дороге Которую Мы Провели Ну Вообще В то Время Еще Не Зная Законов Собственно Практически Ничего Не Зная Но Забастовку Провели Если Кто Помнит Вот Из Тех Людей Живших В тот Период Это Март Месяц С 1 Марта По Треть В Москве Была Забастовка Первая Организованная Нашим Профсоюзом И вот Это Егорова Нас Судила Она Была Судьей Московского Градского Суда Потом Через Несколько Лет Стала Председателем Мосгорсуда Ну Что Сейчас При ней Вернее Было Вот В Мосгорсуде Там Полные Вакханалии Безобразие Сняли Наконец Ну Другого Поставили То есть Вот Мы С вами Можем Обратиться В суды И пытаться Что Добиться Которые Имеют Прямое Отношение К деятельности Профсоюза То есть Ну Профсоюз Как я изначально Сказал Это та Организация Которая В своей Работе Конечно Может Использовать Методы Ну Всякие Да Недозволенные Как в свое Время В Америке В 20-х 30-х Годах Там Профсоюз Это мафия Была Определенная То есть Использовали Свои методы Кто-то Наверное Помнит Фильмы Кулак Там еще ряд Фильмов В которых Ну Там Показаны Методы Борьбы Вот Но это Одна Страна Это Солидарность Это Коллективные Действия И т.д. И т.п. Но И вот здесь Перечислены Нормы И те Законы На которые Мы Собственно Должны Опираться Ну Как я уже Сказал Конвенция Их две Конституция Закон Об общественных Объединениях О профессиональных Союзах Их правах И гарантиях Деятельности Самый главный Закон Далее Идет В развитии Закон О некоммерческих Организациях Трудовой Кодекс Налоговый Кодекс Спрашивается Почему Зачем Казалось бы Для нас Нужен Налоговый Кодекс Ну В той или иной Степени Он нас Касается Это Во-первых Взаимодействие Как профсоюзной Организации Когда она Становится Юридическим Лицом Это Взаимодействие С Государством Как правильно Уплатить Налоги Самое главное Как правильно Уйти от налогов Вот Это вот Налоговый Кодекс Гражданско-процессуальный Кодекс Это суды Уголовный Кодекс Теперь нам Нужен Это любая Забастовка И любое Шествие Митинг Он может Привести В конечном Итоге К уголовному Преследованию Кстати о птичках Все время Вот я вам Сказал Что был у нас Профсоюз Назывался Российский Профсоюз Локомотивных Бригад Железнодорожников Но когда мы Достали сильно УАО РЖД В лице Генерального Еще тогда Директора Якунина Он написал Некую жалобу Генеральную прокуратуру С просьбой Разобраться С этим Профсоюзом Вот генеральная прокуратура Провела Очень большую Проверку По всей стране Прокуратура Транспортная Занималась Не соблюдением Законодательства На транспорте А проверяла Наличие членов Профсоюза Нашего В подразделениях По всей стране Но в результате Когда прокурор Приглашает к себе Работника И говорит Ты член профсоюза Что он скажет ему Как вы думаете Как правило Говорит нет Да Или ничего не говорит В результате Прокуратура Мне с исполнительным листом Говорят Вот ты обязан Внести изменения В устав Я говорю Да я обязан Но вот есть некий Вот показывают Эти законы В соответствии С которыми Я не могу Лично сам Внести изменения Я должен Пройти некую процедуру Как ни крутите Она должна быть Принять решение Одним органом Вторым Провести съезд Внести изменения Это пройдет Не один месяц Нет Ты должен В течение трех дней Сделать Но в результате Три месяца Что дается Закон Три дня На исполнение Решения суда Добровольно Если изменяется Статус На изменение Статуса Три месяца Нет Когда выдают Исполнительный лист В котором написано Исполнить решение Суда Пристав приходит И говорит Три дня Я говорю Я не могу Возбудили уголовное Дело Три с пятнадцатой Статья Часть вторая Злостное неисполнение Решения суда До трех лет Лишения свободы Вот ни за что Да Чуть не посадили Еле выкрутились То есть это вот К налоговому кодексу К вопросу Кодекс А да Налоговый кодекс Еще сейчас Забастовка Вот если мы с вами Проведем забастовку Неграмотно Да То есть Ну не изучим полностью Все нормы Да Закон Трудовой кодекс Там расписан Порядок проведения Его можно обойти Но его надо знать Да Пройти все цепочки Опять таки Не посмотрим Что в уголовном кодексе Написано И в административном То мы можем с вами Тоже попасть Под некие санкции Со стороны государства Об этой части То есть просто провести Вроде Казайло Раньше мы таких Забастовок проводили Навалом И кстати здесь в Питере Железнодорожники Тоже не один раз Проводили И били нас за это И здорово били Но ни одного Никого не посадили Да вот Сейчас у нас Уголовный кодекс Предусматривает Даже посадки За проведение Незаконных забастовок За призывы За проведение Уголовная ответственность Да Уголовная ответственность То есть это надо знать Вот он перечень законов Я не говорю что Надо бояться Проведения забастовок Конечно надо Без них нельзя Вот опять Возвращаясь К первому вопросу К коллективным И солидарным действиям Но к сожалению В нашей стране И всегда И сейчас Тем более Забастовки солидарности То есть если Практически во всем мире Есть такая норма Если один завод Встал И Кинул клич К родственным Или к братским Организациям С просьбой Поддержать В их действиях То Ну Можно провести Забастовки И остановить Производство В нашей стране Нельзя этого делать Поэтому с этим Тоже надо быть Очень аккуратным И к сожалению Вот Солидарные действия Немножко у нас Обрезанные получаются Ну вот Это аксиома С ней можно спорить Можно не спорить Но это так Просто есть Да Профсоюз Является общественным Да Объединениями Которые создаются Работниками Представляет интересы Перед лицом Работодателя Органом местного Самоуправления И что самое интересное Мы придерживаемся Пока Стараемся Придерживаться Такого принципа Чтобы Профсоюз И лидеры Профсоюза Были Дистанцированы От Работодателей Чтобы Работодатель Либо его Прямой Представитель Оно таких Как правило Немного Как правило Это Директор Заместитель Директора Ну Условно говоря Главный инженер Вот это Прямые Представители Все остальное Это Ну Уже Вторая Второй эшелон Это уже По другому Можно смотреть А вот Именно Эта часть Чтобы Ни в коем случае Не попала В руководство Профсоюза Тогда Это труба Дела Опять Возвращаясь К примерам Я почему К железнодорожным Примерам Обращаюсь Потому что Я сам оттуда И Давно занимаюсь Железнодорожным Профсоюзом У нас Все Серьезные Лидеры В профсоюзе Роспровжел Который Входит В структуру ФНОПР Они Все Из Руководства То Начальник Дороги Какой-то То Заместитель По тому Или другому По Зам По кадрам Стал у нас Председателем Дорпрофсожа Московской Дороги Структура Достаточно Солидная То есть Вот их так Туда Переназначают Поэтому О каком Представительстве Интересов Работника Там может быть Никакого Поэтому мы Полагаем Что Это надо Дистанцировать Себя Хотя Опять-таки Действующее Законодательство Не предусматривает Ограничение Права На то Что директор Завода То есть Буржуй Может стать Членом Профсоюза И тем более Его лидером У нас даже По этому поводу Также был В свое время Спор Был спор С Генеральной Прокуратуры Которая Вынесла Представление Что в нашем Уставе Есть запрет На членство В профсоюзе Представителя Работодателя Это нарушение Конституции Но Конституция Правда Этого не допускает Совершенно правильно Как от этого Найти выход Выход Очень простой Запрета Вводить Не нужно Что это Опять-таки Могут Оспорить Кстати Есть пример Опять-таки Оспаривания Устава Профсоюза У вас МПРА А также Прокуратура Подавала Иски Были внесены Изменения По требованию По решению Суда Как уйти От Вот этой Ерунды Чтобы не Допустить Руководителей В Руководящие Органы То есть Принимает Профсоюз Кто? Уставе Надо Надо Заложить Несколько Условий Которые На основании Которых Конференция Либо Орган Правком Местком Не принимает В профсоюз Того человека Который Является Представителем Работодателя Это Спорить Уже Невозможно Нигде Ни в суде Ни в прокурору Никому То есть Я тут Ни при чем Устав Разрешил Народ Хочет Разобраться В результате Получается Что Не принимаем Поэтому Сейчас В основном Во всех Уставах Ну Нет Запрета На членство В профсоюзе Представителю Работодателю Но это Надо Понимать Что Это Не из-за Того Что Мы Всех Пускали А из-за Того Что Так Вот Все Построено Ну Собственно Вот Для чего Создается Профсоюз Цели И задачи Профсоюз На самом деле Ну Мы тут Написали Три Цели Для чего Создаются Профсоюзы На самом деле Их можно Написать Сколько Угодно Но Основные Три Это Защита И Представительство Интересов Работников Ну В любой Сфере Это Заработная Плата Условия Труда Графики Режим Отдыха Межсменный Отдых Там И т.д. и т.п. Улучшение Условия Труда Объединение Работников То есть Объединение Работников Это опять Возвращаемся Потому что Я говорил Что это Коллективные Солидарные Действия Чем нас Больше На предприятии На любом Тем нам Проще Работать С хозяином Заставлять Его Убеждать И Говорить Что мы Есть Ну И Профсоюзная Деятельность Тут список Можно большой Писать Ну Вот Первый Это Сбор Членских Вносов Без них Нельзя Вот Когда Встречаешься С профсоюзниками Почему-то Все рассказывают О том Что нужно Собирать Членские Взносы А без Нельзя Любой Сбор Любой Семинар Даже Вот Включить Кинокамеру И то Нужны Деньги Оплатить Электричество И т.д. И т.п. И пошло Поехало Там цепочка Тянется Большая Вот Сколько Позиций Ну Вы Я не знаю Можете Записать Либо Останется Все Здесь В компьютере Можно Все Потом Будет Получить Вот Некие Размыслия Это Опять Не Я Придумал Вот Это Все Придумали Люди Когда Я Встречался Ездил По Нашим Организациям Членским В регион Это Все Придумали Люди Вот Но У нас К сожалению С вами Время Мало Приходится Бежать Вот Очень Быстро Не знаю Даже Хорошо Это Или Плохо Ну Вот Это Вот Теперь О наших Правах Мы Там Говорили О том Что Мы Хотим Сделать Вот То 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 Будем Делать Это Так Сяк Возникает Вопрос Имеем Лим И на Это Право Вчера Смотрел Самый Репортаж Новостной Президент Путин Встречался На Красной Площади Около Памятника С Детишками И Вот Он Задает Там Одна Сказала Я Учусь На Политика Да Политолога И Вот Он Задал Вопрос А Вот Как Вы Учитесь Как Вы Полагаете Вот В нашей Стране Вот Для Чего Это Как Чего Там Я Даже Вопрос Толком Не Понял Вот Она Ему Сказала Что Вот Я Полагаю Что Политика Это Вот Там Права Граждан Должны Соблюдаться В нашей Стране Блин Сразу Он Сообразил А Говорит О Обязанности Почему Вы Не Говорите Про Обязанности Граждан Вот Вы Права Все Хотите Обязанности Умалчить Вот Они Все Собаки Помнят О том Что Мы Обязаны На То Что Мы Имеем Там Масса Прав И Создавать Без Разрешения Мы С вами Все Практически Создавали Профсоюзы Знаем Как Без Разрешения Можно Создать И Как Мы Создаем Без Разрешения Безусловно Но Тем не менее Мы Получаем Потом В ответ А Сколько Вас Передайте Чистность Кто Вам Разрешил И Пошло И Поехало А Вы Неправильно Назвались Там Но Тем не менее Создавать Объединения Вступать В них Мы Независимы В своей Деятельности Неподотчетны И неподконтрольны Опять вопрос Опять Обращаю Внимание Те Профсоюзные Организации Которые Обладают Правами Юридического Лица Те Кто Не юрлиться Там Вообще Просто Все Можно На всех Забить И Никому Никакие Отчеты Никуда Не подавать Ни Налоговые Ни Государственные Другие Органы И т.д. А вот Кто Юрлиться Там Есть Некие Проблемы И Каждый Год Все Хуже И Хуже То Сдавали Отчет Раз В Квартал По Объектам Налогообложения Что Такой Объект Налогообложения То Мы С Вами Неподотчетны По Профсоюзным Деньгам Которые Собираются Из Членских Вносов Формируются Это Мы Неподотчетны Неподконтрольны Но Как Только Появляется Объект Налогообложения Объект Налогообложения Это Налог На Зарплату Социальный Так Называемый 30 И Две Десятых Ну Почти 32 У кого Там Чуть Больше Либо У кого То Появляется Недвижимость Профсоюзов ФНПР Почему Они Не Самостоятельны А Потому Что У ФНПР По Наследству От СССР Мы не будем Тоже Сейчас Говорить Каким Образом Им Это Наследство Досталось Но Они Получили Огромнейшую Собственность Они Фактически Украли У нас С вами Заводы Пароходы Газеты Журналы Стадионы И прочие Вещи Захапали Себе Потом Это Все Приватизировали Потом Передали Собственно Детям Сыновьям Вот Вы Наверное Знаете Да Пример У вас Есть Обком Да Ваш Питерский Фонапейровский Тоже Подвергался Наездам Со стороны Совета Федерации Там Это не только Здесь Это везде Проскочило Это в Ставрополье Там И в Ивановской Губернии Было у нас Ну По всей Стране Как только Как только Фонапейр Начинает Выступать Против Чего-либо Что затевает Государство В частности Пенсионную Реформу Которую Они продали Фактически Сдали нас Как только Они начали Чуть-чуть Выступать Против Так же Нашлись Вот такие Проблемы С собственностью В регионах Их прижали И они Тут же Сдали Пенсионную Реформу Конечно Некоторые Могут Спорить Как сдали Они же Вроде Заявляли Что они Против Ушмаков Ты заявлял Против Но у него Все Обкомы Все по всей Стране Входящие В трехсторонние Комиссии На местном Уровне Все поддержали Пенсионную Реформу Увеличение Пенсионного Возраста Все Депутатов Куча В том числе Исаев Это не Тавит Господин Исаев Андрюша Который Он Зам Председателя ФНПР ФНПР Вроде как И против Повышения Пенсионного Возраста Но Исаев С пеной Рта Орал Что Если мы Не поднимем Пенсионный Возраст То завтра У нас Не будет Пенсии Да У него С 500 Тысяч Зарплаты Месяц У него Пенсии Достаточно Солидные Конечно У него Может И не Будет Но Наши 12 тысяч Пенсии 16 Которые Сейчас У нас Тут есть А то и 8 Я думаю Что он Не о них Заботился Он Тоже Поддержал Пенсионную Реформу Поэтому ФНПР Поддержал Эту Реформу Почему Опять Возвращаюсь К тому Объект Налогообложения Собственность Как только Вопрос Касается Вот этой Части Они Сдаются Сразу И Все Продают Нас В смысле Сдают Ну и Дальше Пошло Еще Несколько Есть Прав Посещать Рабочие Места Тоже Вопрос Хотя Есть Такое Право Ну попробуй Сейчас Зайди На Верфь На Судостроительный Завод Вот я Как Председатель Генеральный Секретарь Союза Профсоюзов России Вытащу Удостоверение Меня охране Пустят Туда Нет Не пустят Ну и так Везде По кругу Пошло Даже Магазин Не пустят Какой Нибудь Соштатный Пока Прокурору Не напишешь Или Еще Куда То Жалобу Пока Не Обратишься Ну это Пока У нас Еще Никто Не Отнял Но Тоже Однобоко Опять Таки Возвращаясь К Началу Как я Скал Что Вести Переговоры И заключать Кол договор Может Только Первичная Профсоюзная Организация И там Тоже Есть Нюанс Но Та Организация Которая Имеет Численность Работающих На предприятии Членов Более 50% Та Имеет Безоговорочное Право На все Переговоры А если Нет 50% Численности То Там Начинается Катавасия Надо Искать Собирать Блокироваться Это Тоже Отдельная Тема Это Не В 10 Минутах Расскажешь Вот Раньше Было Хорошее Право Право На забастовку Было Записано В законе Профсоюзах А теперь Такое Право У нас Опять Отняли Благодаря ФНПР То есть Раньше Профсоюзная Организация Могла Вне Зависимости От Численности Работников Своих И членов Профсоюза Объявить И провести Забастовку Неважно Законную Незаконную Но могла Сейчас Этого Права Нет У нас Отняли И практически Даже Отняли Право Выхода На Забастовку То есть Если Раньше Мы могли Опять Собрать Профсоюзный Актив Конференцию Собрание Выдвинуть Требования Направить Работодателю Сейчас И этого Мы не можем Делать То есть Это все Только Трудовой Коллектив То есть Вот Они Наши Правы На Информацию Ну И фиг с ней Стенды Развесить Газеты Выпустить Право Есть Такое Вот Ну там Еще Много Чего Социальную Защиту Вот Это Нам С Легкостью Отдают Социальную Защиту Это Провести Новогодние Праздники Поздравить Женщин с Восьмым Марта Там Провести Какой-нибудь Не знаю Вылазку В лес Вот Это Они С удовольствием Но только За ваш Счет Денег На это Не дадим Мы вам Здесь Возражать Никто Не будет Но На самом Деле Это Дело Может быть Хорошее Собираться На территории В лесочке Под шашлык Под водку Можно Кстати Обсудить Ряд Вопросов И Выдянуть Требования Обсудить Свои Принять Решение Не случайно В свое Время Еще В те Далекие Времена Маевки Были Ленин Проводил На природе И там Принимались Серьезные Решения То есть Это На самом Деле Неплохо Как ширма А вот Все В рамках Закона Кстати Говоря Вот Если Нам Закон Запрещает Просто Пойти Сейчас Провести На улице Какое-то Шествие Либо Митинг То На территории Предприятия По большому Счету Этот закон Не распространяется Это Профсоюз Имеет Право Обратиться К директору К хозяину И потребует Предоставления Помещения Для проведения Своих Мероприятий В том числе И митинга И работодатель Он в принципе Не имеет Права Этого Отказать Даже На территории Предприятия За территорией Уже все Там проблемы Это надо С властью Согласовывать Имейте Это в виду Кстати Опять-таки Из опыта Многие Профсоюзники Применяют В своей работе На улице Вот даже Небольшие Митинги Такие полумитинги И пикеты Встречи с депутатами То есть Если у кого У какого Профсоюза Есть свой Знакомый Скажем так Или Родственный Депутат Любого уровня То он Якобы Приглашает На встречу На улице Своих Избирателей То есть На это Разрешение Не нужно Хотя и в этом Случае Сейчас наши Полицейские А они В основной Массе Все вот Такие Да Сиди Я сам Открою Они начинают Тоже Выеживаться И предъявляют Некие претензии Но Как правило Это прокатывает Это можно Делать Но уже К сожалению Не около Думы Государственной Там уже Это дело Пораскусили Мы проводили Много таких Мероприятий Там уже Сейчас Хватают И так Все Но тем не менее Это можно Использовать Вот в своей Тактике И в практике Работы Вот Ну Мы имеем Право С вами Контролировать Законодательство О труде Это Самая Для нас Сейчас На самом Деле Неплохая Вещь Если Мы Видим Есть Нарушения В режиме Труда Невыплата Зарплаты То Там еще Какие Допустим Нарушения По освещенности По Там По температуре На территории Предприятия Инспекции Труда Просто Так Сейчас Зайти На территорию Тоже Не может Ей Графики Она Раз Два Года И все И проверки Только Одни Проводит Раз Два Года Плановые Внеплановые Не может А тем более Сейчас Коронавирус Самоизоляция Они вообще Никуда Не ходят Но Если Есть Наша С вами Бумага В инспекцию Именно Профсоюзная От имени Месткома Они Обязаны Проводить Проверку То есть В любом Случа Если Вы Выявили Нарушение Надо Не стесняться В этом Случае Написать Небольшую Телегу Ну Конечно Ее нужно Грамотно Там Да Писать Не просто Так Вот Не нравится Не хочу А вот Именно Сослаться На нормы Закона И отправить В инспекцию Труда Как минимум Это все Что имеет Отношение К трудовым Делам В прокуратуру Бессмысленно Она отправит Все В инспекцию Потому что Прокуратура Не занимается Разбором Трудовых Никаких Споров Они Занимаются Только Нарушением В целом Законодательства В общем И целом А если Там Не заплатили Зарплату Вам Три копейки Ну условно Три копейки Или там Десять рублей Они этим Заниматься Не будут Вот если Вам не Уплачивают Зарплату В течение Трех Месяцев Вот это Да Они Клюнут Ну Это Так Для Просто Для Сведения Вот Ну И Можем Требовать Привлечения К ответственности Бывают Случаи Когда Директоров Привлекают Дисквалификация Происходит Но это Очень редко Вот А так Вообще Ответственности У хозяина В нашем Случае Нет Перед Работниками Перед Государством В том числе То есть Если он Нарушает Закон В том числе Не выплачивает Зарплату Привлечь его К ответственности Очень сложно Чтобы его Привлечь По зарплате Там нужно Некоторым Органам Компетентам Доказать Что это Он умышленно Делал И Создавал Условия Для Вот Невыплаты Зарплаты А если Он скажет Что у меня Нет денег На счету И покажет Им нулевой баланс Ноль счет На счете Ничего с ним Не сделаешь Поэтому Ответственности У нас Практически Никакой С их стороны Но Право У нас Такое С вами Есть Маленький Вопрос А сам Работник Может Регламент Записать Это все Вот Да Ну Слушайте Мы как С вами Беседуем Даже Не дошли До Принципов Вот Ну Опять О принципах Я говорил Отсутствие Работодателя То есть Я так Чуть-чуть Опередил События В профсоюзе Демократичность Обязательно Выборность Профсоюзных Функционеров Функционеров Снизу До Верху То есть Ну Это На самом деле Очень Такая Сейчас Скользкая Ситуация Вот У нас Сейчас Есть Нехороший Пример С Одним Из Профсоюзов С Одним Из Профсоюзов Входящих И в том Числе В СПР Ну На самом деле Когда Я говорил Что Мы Создавали СПР Это На базе Нескольких Профсоюзов Но На самом деле Мы С десятого Года Ну Наши Люди Работающие В структуре Создали Больше Двух Десятков Помогли Создать Больше Двух Десятков Профсоюзов По Стране И Вот Один Из Этих Профсоюзов В Общественном Транспорте Межрегиональный Профсоюз Работников Общественного Транспорта Создан Был Фактически Нами Слилеен Подготовлен Зарегистрирован Но Когда К управлению Пришел Лидер Не совсем Адекватный Не совсем Понимающий Вообще Что происходит В мире То мы Ничего Сейчас Сделать С этим Профсоюзом Не можем Он вышел Полностью Из-под Контроля Он Сейчас Гадит Не только Нам Как Организации В которую Он входил Но и Своим Членам Он Общественный Транспорт Сейчас Принимать Стал Состав Профсоюза Работников Архивных Служб Ну Так далее Назначает Их Лидерами Профсоюза У нас Сейчас С ними Идут Судебные Тяжбы С этим Профсоюзом Вот у Меня Лично Я являюсь Учредителем Этого Профсоюза И не могу Ничего Сделать Там Лидер Послал Нас Всех Чертям Далеко И надолго Что хочет Что и делает И гадит На нас И кстати Он и работает Под прикрытием КПРФ Московского Горкома Рашкин Его тащит Это господин Товарищ Дашков Но на самом деле Это господин Дашков Потому что Он на товарища Совершенно не тягет То есть Это человек Полностью оторванный От реальности И вот В демократичности Не провел Ни одного заседания Ни из полкома Ни центрального Комитета И вообще ничего Но сляпал устава И в общем-то И он прав Он Блин У него запись В этом В ЕГРЮ Он же Первое лицо Он что хочет То и делает Вот демократичности Там нет Само финансирование Вот я говорил о том Что членские взносы Пока у нас нет Своего ресурса Финансов Тяжело То есть Могут Что хочешь с нами делать Добровольность членства Вот сегодня Вы задавали вопрос Почему организации Разваливаются Да вот именно поэтому Что у нас Добровольность членства У нас никого Силой Никто не заставляет Вступать в профсоюз Только добровольность Если человек Понимает Что с помощью Профсоюза Он может Изменить На производстве Свою жизнь К лучшему То он Вступает в профсоюз Но ведь Надо понимать Что Работник Вступает в профсоюз Не для того Чтобы Всю жизнь бороться А для того Что ему стало лучше Но когда он Вступает в профсоюз К сожалению Получается так Что ему приходится Много бороться И не каждый Выдерживает Добровольно Выходит из профсоюза Бывает Принудительно Выходит Вот это Один из Нехороших Таких Факторов Вот Ну это Опять Немножко Как бы Масло Масляным Метод работы Профсоюза Демократичность Потому что Мы без Членов Профсоюза И без Принятия Решения Коллегиально Членов Профсоюза Ну собственно Опять пустое место Один лидер Он сам по себе Сделать ничего не может Он конечно может Написать бумагу Где-то сделать заявление Но если его Не поддерживают люди Для которых он работает То это все Бессмысленно То есть Только вот Именно такой подход Автономность Опять таки Это все Было Говорили мы Открытость И люди должны знать Что на собраниях Мы принимаем О чем мы разговариваем И вот последняя Наверное Картинка На сегодня Сейчас будет А потом Вторая часть Это опять Не я придумал А нет Еще одну Это не я придумал Называется Петля Бойда Значит О чем она говорит Как бы По кругу Все идет Если у нас С вами есть Некая проблема Любая проблема На нашем предприятии То для того Чтобы ее решить Нам нужно Сначала Собрать информацию Наблюдение Как только Мы соберем Информацию Мы должны Понять Что с этой Информацией делать То есть Ее надо оценить То есть Она нам На пользу Или во вред Как можно Ее использовать Думать надо То есть Оценить надо Ситуацию Дальше Дальше Мы должны Принять решение Что мы будем С этим делать Либо Спустим все На тормозах Либо Обратимся В суд Либо Пойдем на улицу Либо Пойдем К соседям И последнее Это мы должны Совершить действие Вот то Что мы решение Приняли Мы должны Совершить действие По своему решению Если мы этого Не сделаем То все наши С вами Потуги Это в пустую Корзину Это вот Незыблемые Правила Для профсоюзного Работника Вот Ну и Последняя Картинка Для решения Проблемы Нужно В обязательном Порядке Три Вещи Три Средства Первое Мы должны Понимать Что для решения Любого вопроса У нас должно На это быть Право А не только Наше Хочу Теперь Для того Чтобы реализовать Своё право Нам нужны Средства Средства Бывают разные Финансовые Там Материальные Какие-то Уже готовые Ну ресурсы Я к примеру Говорю Плакат Вот мы хотим Провести Митинг Да Или пикет Для того Чтобы его провести Нам нужна Техника Для митинга Да Чтобы Угольник был Колонки И прочие вещи Средства Нужно Если Нету Готового Значит Надо Купить Чтобы Купить Надо Найти Деньги Да Нужны Средства И Нужно Время Для того Чтобы Решить Свою Проблему Вот Без Этих Трех Вещей Ни Одну Проблему Решить Нельзя Опять Как Вы Не Крутите Если У нас Мало Времени Значит Нам Понадобится Больше Средств Если У нас Мало Прав Или Их Вообще Нет То Нам Еще Больше Средств Понадобятся Никто Не Сталкивался С тем Чтобы Вывести Людей На Митинг Надо Найти Где-то Сторонних Людей И Заплатить Им Условно 50 рублей Или 100 рублей Для того Чтобы Он Пришел На Митинг Для Массовости То есть Вот Если У нас Нет Одного Мы Должны Это Реализовывать Вот Одним Из Трех Этих Опять Возвращаюсь К Анекдоту Когда Сколько Вам Нужно Время Для То Чтобы Сдать Китайский Язык Выучить Там Одни Говорят Месяц Другие Неделю А Русский Спрашивает А Когда Сдавать То есть Вот Ответ На Этот Вопрос Без Этих Трех Составляющих Ни Одну Проблему Решить Нельзя Ну Вынужден Остановиться Время Спасибо Ваше Евгений Александрович Щетко Очень Уложился В Отведенный Промежуток Сейчас Поступили Вопросы Если Я буду Неправильно Что-то Говорить Формулировать Вопрос Вы Поправляйте Авторы Вопросов Прежде Всего Пользуюсь Правом Ведущего Вопросы От Маленцова От Себя Ряд Профсоюзных Активистов Полагает Что Вы Вместе С Прохоровым Помните Такой Олигарх Полагали Узаконить 12-часовой Рабочий День Соответствует Лето Действительности Если Нет То Кто И Зачем Распространяет Эти Слухи Товарищ Маленцов Вы Пользуетесь Своим Правом И Сразу Бьете Да И Пытаетесь Пытаетесь Сбить Меня С толку Ну На самом Деле Я С полной Уверенностью Могу Сказать Одно Что Во-первых Это Ну Есть Литературное слово Ложь Я скажу Это Вранье Никогда В жизни От нашего Объединения Либо От меня Лично Не было Поддержки Инициатива Прохорова О Введении 12-часового Рабочего Дня Да Действительно Взаимоотношения С Прохоровым У нас Были И не только С ним А это Нормальное Явление Когда Профсоюзный Лидер Пытается Работать С Представителем Работодателя С буржуазией Да И с властью В том числе И Было Это И с Прохоровым Мы пытались Когда он Пытался Лезть На профсоюзную Поляну Залезть Работали мы С ним И рядом Даже сидели За одним столом И когда он Выходил С этой Инициативой Введения 12-часового Рабочего Дня Но там На самом деле Немножко Не так Он ее Называл Мы Выступали Как раз И против Единственное Мы поддержали Его в то время Это С инициативой Внесения Изменений В Трудовой Кодекс В принципе А мы И сейчас Об этом Говорим Что Трудовой Кодекс Не соответствует Вообще Ничему То есть Он уже Он и тогда-то Когда его В спешке Принимали В 2002 В 2001 Году Война Какая была Если вы Помните Кто в то время Занимался У вас Профсоюзом От вас Тоже Инициатива Была Тут Попов Длян Был По-моему Нет Да Вот Попов Точно От рабочей академии Да От рабочей академии Инициаторами Были Трудового Кодекса Одной Из редакций Там Шейн Принимал Участие Профсоюз Докеров Тут в свое время У вас С Питера Крутился Серьезно В этой части У нас был Другой Проект Кодекса Иванова А Исаев Свой Проталкивал Вот тогда Мы дрались Еще с тех пор Нам Кстати По-моему Два или три Голоса Не хватило Тогда Чтобы прошел Наш Проект Прошел Правительственный Исаевский Проект И поэтому Считаем Что трудовой Кодекс Он Никчемный Он Ущемляет Права Работников Полностью Что это За кодекс Если с 2002 Года В него Было Внесено Более 1500 Поправок Поэтому Мы в свое Время Выступили Да Сказали Что мы Поддерживаем Внесение Изменений В трудовой Кодекс Но мы Не говорили О том Что мы За 12 Часов Мы как раз Говорили Против А кто Это Распространяет Слухи Ну я Догадываюсь Это те Люди На чью Поляну В том Числе И мы Залезли А это Кто ФНОПР И это КТР Я кстати Был Лет Десять Наверное Зам Вице Президентом КТР Я Три раза Баллотировался На пост Президента КТР И всегда Меня сбивали Забивали Профсоюз Моряков То есть Своим ресурсом Вот этим Средствами Они Перебивали Не давали Избираться Поэтому Я так думаю Что это Инициатива Оттуда И кстати В свое Время Когда Была Такая Нехорошая Вещь Было Заседание Российской Трехсторонней Комиссии Именно По Вопросу Обсуждения Возможности Внесения Изменений В Трудовой Кодекс Этот Самый Шмаков Выгнал Меня С этого Заседания Российской Трехсторонней Комиссии Вместе С Борисом Кравченко Которые Вот В связке Не дали Мне попасть На заседание Выступить Там То есть Они Вот Сработали Вместе И потом Начали Распространять Слуки Но Жизнь Рассудит Они Себя Уже Хорошо Показали Спасибо Второй вопрос Известно Что После Воссоединения Крыма С Российской Федерацией СПР Провела На полуострове Свой съезд Что Это Дало Для Укрепления Позиции СПР В Крыму И Как Действуют Крыму Руководители ФНПР И КТР Проводят Ли И какие Конкретно Профсоюзные Мероприятия Они По своей Линии Ну Я могу Что Сказать Что Действительно В 15 Году СПР В Алуште Провело Свой Очередной Съезд Союза Профсоюзов В России Больше 150 человек Принимало Участие Мы Привезли Со всей Страны Народ Да Ну и Крымские Конечно Были Вот Это Ну По большому Счету Для чего Во-первых Сделано Для поддержки Жителей Крыма Поэтому Ну Почему Мы считаем Что Крым Все-таки Как ни крути Он Наш Вот Основная Масса Людей Крымчан За то Что Войти В состав Россия Это точно В 2014 Году После Как раз Соединения Мы провели Учредительный Съезд И создали В Крыму Наше региональное Отделение Крыма И Севастополя И вот Собственно Для укрепления Структуры Для поднятия Имиджа Мы решили В 2015 Году Провести Свой съезд Ну А также Мы в Крыму Практически Каждый год По 2-3 раза Проводим Встречи Обучение Актива К сожалению Он небольшой Но вот Почему я сказал Уже Да У нас Главная проблема Это вот Мотивация Членства И влияние На количество Членов Со стороны Работодателя Это Премиальная Система Оплаты Труда Я думаю Никто Не будет возражать Против того Что у вас У всех На производстве Повременно Премиальная Либо Сдельно Премиальная Система Оплаты Труда И вот Это Очень Серьезный Рычаг Воздействия На работников То есть Вроде По закону Штрафы Запрещены В нашей Стране Но тем не менее Они существуют Но в виде Депримирования При наличии Положения Опремирования Кстати О положении Опремирования Согласуется И утверждается С первичной Профсоюзной Организацией На данном Предприятии Если хорошая Первичка Нормальная Она никогда Не согласует Плохого Положения Опремирования И возможности Лишения Премии Но тем не менее То есть Вот это Проблема Повременно Депремиальная Система Вот Поэтому В Крыму Численность К сожалению Небольшая Но до сих пор Существует Наша структура С которой мы Работаем Пытаемся Сейчас там Заниматься С морскими Делами С профсоюзами Вот Ну а так Там промышленность Не так велика В основном Частный сектор Сельское хозяйство Все остальное Городской транспорт Железнодорожный транспорт Тоже вот Ток-ток Начал развиваться То есть С Крымом тяжело Но мы там Мы работаем постоянно Но я не видел там Ни разу И не слышал Ни Шмакова Ни КТР Они туда боятся Сунуться Ну чтобы стать Не выездными У них же проблема У них же Постоянно в Женеве Вот Сессии проходят Мотовские Они же туда И МКП проводят В Европе Все время Тусовки свои Если они поддержат Крым А Европа считает Что Крым не наш Значит получат По санкции А нам нет Нам все равно Мы ездим и так Спасибо И последний Третий вопрос С моей стороны Слышали ли вы О блоке классовых сил Родфронт Считаете ли Эту форму работы С трудящимися Перспективной Готовы ли поддержать Родфронт В том числе Стать его членом Слышал Работаем И мало того Проводим ряд Ну во всяком случае В Москве Совместных действий Товарищи наши Совместно проводят ряд мероприятий Вот Как я и сказал изначально То есть мы пришли к выводу Что профсоюз И наше профобеднение Все таки должно иметь Классовую ориентацию Какую-то Да и поэтому Ориентация понятна В левую сторону Должна быть Ни в коем случае Ни туда Ни вправо Вот И Ну я к сожалению Наверное К сожалению Не смогу Сам вступить В эту организацию Ну по ряду причин Хотя мы Классовую Как мы сейчас говорим Классовую ориентацию Но в рядах Нашего профобъединения Есть члены профсоюза И организации Профсоюзные Которые поддерживают Различные партии В том числе Есть Которые поддерживают Справедливую Россию Единую Россию Есть ЛДПР Организации Поэтому Как вы себе представите Лидер профсоюзного объединения Будет поддерживать Одну из партий Либо одно из направлений Я боюсь Что рассыпется структура Поэтому я лучше буду А я сейчас Не союзный молодежь Хотя В 79-м году Вступал в КПСС В 79-го года Но правда Потом ушел Вот грех был такой Но когда они развалились И всех предали Вопрос от машиниста Пятой линии метро Товарища Лебедева Как защитить Активистов? Ну вопрос Очень сложный Риторический Активистов Да Это отдельная тема На самом деле Она очень долгая Значит первое Это нужно Чтобы численности организации Ну была Не три человека То есть если численности организации Три Пять То не так это просто сделать В этом случае нам Остается с вами Только лишь Судебная защита Потому что мы не сможем Используя Солидарные действия Членов профсоюза На предприятии Направить На защиту Интересов Актива Здесь остается Только лишь Суд И прокурор Вот Но это не всегда Эффективно Это очень долго Вот кстати Буквально неделю назад Московский областной суд Восстановил на работе Председателя профсоюза Бортпроводников Шереметьева Илона Борисова Кстати Активная Коммунистка Да Работает Ну опять Коммунистка Тут Такое понятие Она с КПРФ работает Ну они называются Коммунистами Работает с КПРФ И вот Ее уволили Также с работы За систематическое Неисполнение Трудовых обязанностей Бортпроводницы Ну повесили Ей три этих самых Да Даже не выговору А замечания Уволили Два суда Первый суд Вернее прошу прощения Первой инстанции Отказала удовлетворение Второй суд Областной На втором заседании Отменил решение Суда первой инстанции Восстановил на работе Больше года Не работала Дама Вот поэтому Вот как защитить Способов у нас два Первый Это массовость Солидарные действия Второй способ Это Используя Вот те права Которых я говорил Вот По судебной защите Ну и здесь Единственное что Председатели Заместители председателя Профсоюзных организаций Первичных Не могут быть Уволены К сожалению По всего Фактически Двум обстоятельствам Без согласия Профсоюзного органа Это сокращение И Вот Медицинские показатели А все остальное Теперь уже Опять таки Сдало ФНОПР Сдало Это Систематическое Неисполнение Трудовых обязанностей Тоже раньше Надо было Получать согласие Сейчас достаточно Мотивированное мнение Вот Ну это Правда Конституционный суд Сказал Но Согласие Господ С ФНОПР Фактически Поэтому Вот все Второй вопрос Какие Профсоюзные Методы работы Более эффективны Есть ли Методы Убеждения Работодателя Для принятия Прогрессивного Кол договора И исполнения Пунктов Кроме забастовки Ну Мое мнение Что нет Ну Ну да Мы не говорим О самой Забастовке Но Самый Эффективный Метод На самом деле Мы использовали Я в том числе Разные методы Вот на Железной дороге Опять Забастовки Проводили Вот в связи С коллективным Договором Отказом Нас Включать Состав Комиссии Обращались Мы В судебные Инстанции Различные В том числе Международные И в МОД Мы обращались Получали Некое решение МОД По данному Вопросу Все это Долго И неэффективно Самое Эффективное Но в результате Добились Там Через 10 лет Самый Конечно Эффективный Способ Это Штыки Имеет в виду Члены Профсоюза И солидарные Действия Если мы с вами Выйдем Даже не на Забастовку А просто Напросто Перед Началом Смены Выстроимся В две Шеренги И через Них Директор Или хозяин Пройдет на Работу А ему Каждый Из стоящих Скажет Собака Заключи Коллективный Договор Вот это Метод Вот это Метод Какое Количество А? Ну это Я просто так Скал Для аллегории Не Ну это Все таки Литературное Слово Собаки Тоже Разные Бывают Собака Крым Да То есть Можно Все что Угодно Говорить И таких Способов На самом Деле Достаточно Много Вот Как вы Говорите Сколько Человек Шеренги Должно Стоять Чем Больше Тем Лучше Чем Больше Два Человека Три Это Мало Значит Должно Быть Много Если на предприятии Тысячи человек Работают Ну желательно Человек Пятьдесят Сто Вывести Чтобы они Встали В две Шеренги Вот Ну есть Я говорю Много Это нестандартные Их называют Даже Свинские Акции Они Вообще Не поддаются Никакому Описанию Вот могу Для примера Назвать Такие Две Вещи Коротко Ну это Не У нас Было Это Европа Обычно Все Подсказывает Нам В одном Из Немецких Городов Хозяин Одного Из Предприятий Так же Не хотел Разговаривать С народом И вел Себя Как Свинья Не Собака Свинья Вот Народ Взял Сложился Купил Свинью Разрисовал Морду По похожую Нам Художник Фломастерами На директора И выпустили По городу Бегать Вот Он Начал Орать Что Вы Почему Меня Тут Так Критикуете Выпустили Говорит А почему Вы подумали Что это Вы Да В результате Ну он Пошел На уступки Там Есть Разные Вещи Могу Сказать Еще Одну Тоже Смешную Картинку Когда Опять Таки На одном Из Предприятий Ну это Уже Российских В давние Времена Работодатель Не выплачивал Зарплату А раньше Жмотно Было Они Обнуляли счета Переводили на депозиты Получали баблищи И потом Откуда Олигархи Взяли Ну он Не платил Зарплату Народ Что делать Ну как жить Коллектив Женский Решили Договорились Между собой Дамы И написали Объявление В связи с тем Что не выплачивают Зарплату Завтра Все приходим Без нижнего белья На работу Наступает Завтра Говорит А ты что Пришла без нижнего белья Хочешь проверить Проверяй Зарплату К вечеру Выдали Ну это Фарс Какой-то Ну и что Ну как Результат То был Поэтому Вот вопрос Как заставить Вот таким Вот образом Спасибо От товарища Закарова Поступил вопрос Знакомы ли вы С председателем Бывшим ОФП Ленинградской Федерации Профсоветов Макарова И как оцениваете Его деятельность Макаров Евгений Иванович Председатель Я не знаю Не знаком Оценивать не могу Оценивать Но всю деятельность ФНОПР В верхушке Имею ввиду Оцениваю Негативно Товарищ Вавилов Спрашивает Может ли Работник Обратиться С жалобой В инспекцию По труду Обязана ли Она провести Проверку По жалобе Да Может Конечно Работник Может обратиться С жалобой В инспекцию И сейчас Даже В настоящее Время Это можно делать В электронном виде Практически У каждой инспекции Есть сайт Там есть возможность Подать электронную Жалобу Можно это сделать Вот Ну Один нюанс Да Это хорошо Когда работник Подает И это правильно Но лучше Когда подает Все-таки Профсоюзная Организация То есть С реакцией Может быть Неизведительная Да Быстрее Может быть Спасибо Так Товарищ Фурса Спрашивает Есть ли Возможность Профсоюз Общественного Транспорта Привести К демократичности Работы В работе На улучшение Условия Труда Работников Общественного Транспорта Смотря О каком Профсоюзе Идет речь Да Если О том О котором Я говорил Межрегиональный Профсоюз Общественного Транспорта То теоретически Возможность Есть И сейчас У нас Идут ряд Судебных Споров По этому По этому Поводу Ну Как Объяснить Вот Смотрите При учреждении Профсоюза Было Пять Профсоюзных Организаций Которые Учреждали Профсоюз В целом Пять Из них Одна Только Одна А Кстати Ну да Одна В которой Состоял На учете Вот Теперешний Председатель Вот Четыре Организации Это были совершенно другие Ну другие города Это Липецк Пермь Это Значит Пятигорск И Одна Московская И вот Сейчас Этот один Товарищ С этой Одной Организацией Игнорируя Мнение Четырех Принимает Свои Собственные Решения Меняет Устав Меняет Руководящий Орган Исключает Этих Четверых Из состава Профсоюза Понимаете То есть Демократическим Вот таким путем Обычным Уже сделать Ничего нельзя Потому что Он принял решение Он поменял устав Зарегистрировал У ее в юстиции Сейчас идут у нас Судебные процессы Вот Но В данной ситуации Если мы в итоге Проиграем суд Ну Плах ему в руку Пусть он остается С теми Кого он там У себя нашел А эти Организации Которые создавали Профсоюз Они просто уходят И все И создают Новый Вот и все Спасибо Евгений Александрович Вопросы закончились У вас Ну задайте Устно По-моему Ответили на этот Или на это Что я хотел Вот этот ФНПР Если там все Юридически У него схвачено Нельзя ли осветить На Различных сайтах Ютуб каналов Его деятельность Таким образом Чтобы призвать Работников Которые вступили туда В этот ФНПР К созданию Альтернативной Структуры Спасибо Прежде всего Представьтесь Пожалуйста Сергей Бабушка За новость Санкт-Петербурга Да Ну если бы так Все было просто Давно бы Все бы мы Поменяли В нашей стране Да То есть Мы Вот имея Те возможности О которых Я говорил Да Свои возможности Сайты Там Какие-то Издания Газеты Публикации Мы об этом Говорим Постоянно Что Сам по себе Объединение ФНПР Мы не говорим О низовых Первичных Организациях Есть В той структуре Низовые Организации Которые Реально Пытаются Бороться Да И они Что-то Пытаются Сделать Но это Внизу А сама Верхушка Она Несколько Ведет Другую Политику И позицию Вот И поэтому Мы об этом Говорим Постоянно Везде Но К сожалению То ли В нашей стране Долго Запрягают То ли Еще Что-то То есть Не каждого Человека Можно быстро Объяснить Доказать В чем Его проблема Понимаете Вот Ну нет Такого Почему-то У нас Нет Активного Вступления В ряды Свободных Профсоюзов Но То же самое Видно Пассионарность Низка Может быть То же самое Видно По Питеру Ну тут Даже Не в точке Ну как Можно Точка Кипения Это повышение Пенсионного Возраста Нам Всем На 5 лет Фактически Повысили его Да Особенно Женщинам Задрали Кажется И получается Что В стране Толком Никто Не колыхнулся Вот Посмотрите В Европе Что происходит В Греции Вот сейчас Очень показательные Профсоюзы Греческие Проводят Проводят Сейчас пытаются Вести 10-часовой Рабочий день Там Пол страны Выходит На митинги Правда Сейчас Ковид Не дает Но Тем не менее А у нас Тишина Я не знаю Георгий Договор Улучшение Условий Труда Это же Большая Работа Собрать Изменения Обратиться К работодателю С этими Изменениями В коллективный Договор Если Профсоюзная Организация Это Попроще А те Кто не В профсоюзной Организации Нужно С них Доверенности Собрать В дальнейшем СОУ Сейчас Можно Обращаться И к работодателю И к организации Проводившей СОУ И В профсоюз И даже В госинспекцию Можно Обратиться А для этого Даже И регистрация Не обязательно Тут В общем Вопрос Уплате Взносов Если Поставить Основным То Нужно Организация Может Забыть О тех Своих Принцип Для чего Они Организовывались Товарищи Да Ну Записывайте Пока Записывайте Спасибо Товарищ Милинец Пожалуйста Сегодняшняя Передача С телевидением Последние Новости В Америке Выходит Масса Людей С Плакатами За Смену Социального Строя В Америке Социалистическую Сторону Были ли Их профсоюзы Политизированными Спрашивали Ли Они Разрешение На то Чтобы быть Политическими Дано ли Им Было Такое Разрешение Чтобы быть Политическими А Спрашивали Наши Дореволюционные Товарищи Большевики На то Чтобы быть Политическими Профсоюзами Получали ли Они Такое Разрешение От царского Правительства Со Времени Контрреволюции Произошедшей В нашей Стране Профсоюзы Обязаны Быть Политическими И делают Это Не сами Профсоюзы И рабочие А коммунисты Которые В них Присутствуют Тоже Без Разрешения И Правительство Не дает На это Разрешение Это Недоработка Что КПРФ Что РКРП КПСС Тридцатилетняя Недоработка Невыполнение Своей Миссии Историческими Самоназванными Коммунистическими Партиями Что КПРФ Что РКРП КПСС И Еще Чего бы Не добывались Профсоюзы А Да Были ли У них В Америке Написаны Все Переписаны В коллективные Договоры К чему Примазывает Нас Рабочая Российская Парти Не В этих Переписанных Коллективных Договорах И даже Если Они Будут Переписаны От Карпаты До Ничего не изменится Останется Тот же Политический Строй Те же Не переписанный Трудовой Кодекс Пенсионного Законодательства Только Смена Политической Власти Только Смена Социального Строй Приведет К той Жизни Которую Мы хотим Для этого Коммунисты Должны Быть Просоюз А Просоюз Должны Политич Вот Отсюда Ипассионали Вот И все Должна Политическая Поддержка Если Их не Будет Ра Народ Никогда Не Поднимется Революция Итак Товарищи Слово Для Выступления Беру Я Тоже Так Записавшийся По Праву Нет Я Не буду Долго Говорить И Отмечу Основное Разоветие Мысли Которые Евгений Александрович Начал Говорить О Классовых Профсоюзах Что это Такое Профсоюз Организуется Для Организуется На конкретном Предприятии Объединяет Работников Конкретного Предприятия Для борьбы За ближайшие Цели За условия Труда За заработную Плату Но мы То с вами Понимаем Что если Есть в отрасли Определенная Заработная Плата По Этому Направлению Не может Этот профсоюз Организация Отдельно Для себя В два раза Например Выторговать Заработную Плату Увеличить То есть Действие Профсоюзов Зависит От общего Соотношения Классовых Сил В обществе Почему Дискредитация Дискредитация Профсоюзного Движения Как раз Показывает Что в российском Рабочем Движении В профсоюзах Превалирует Буржуазная Политика Это и Шмаков Мы говорили ФНПР Вот их Политика Например По повышению Пенсионного возраста Что они делали К чему Призывали Конкретно Сидите дома Какая их Политика А мы будем За вас бороться Написать Какие-то письма И возмущаться Что нас не слушают А вы сидите дома Тихо мирно Вместо того Чтобы организовать Забастовки С требованием Не повышения То есть Это политика Это действие Поэтому Классовые профсоюзы Это те профсоюзы Которые Руководство которых В принципе Придерживается Марксистско-Ленинского Знания Понимания И проводит Рабочую политику Коммунистическую Идеологию Это классовые профсоюзы При этом Мы понимаем Что не задача Профсоюза И нет у него возможности Привести прогрессивные Революционные преобразования Это задача Всего класса Но руководство Этих профсоюзов Классовых Оно Не упускает Из виду Главную стратегическую цель И при этом Во всемирной федерации Профсоюзов Что президент ВФП Является членом Коммунистической партии ЮАР Что генеральный секретарь Маврика С членом Коммунистической партии Гресс Они не боятся Открыто Вставать на позиции Своего класса Поэтому здесь Я рекомендую Евгению Александровичу Присмотреть Свою позицию На двух стульях Все равно не усидеть Надо выбирать Либо С рабочим классом Либо С другими слоями С другими слоями Общества По крайней мере Это мне Это мне Спасибо А вообще За лекцию Большое спасибо И хочу сказать Что сама тема Вызывает интерес За один час Ее уложить Очень сложно Мы уже Выбились Поэтому Я предлагаю Евгению Александровичу Приехать на следующий Семестр И продолжить Передачу своих знаний И поделиться С нами Своим Большим опытом Спасибо Спасибо Конечно Последнее Я подумаю Последнее слово Можно Ну во-первых Прозвучало В вопросах Несколько высказываний Ну вопросов Таких Что Ну вот Почему взносы На первое место На самом деле Они не на первом месте Вы же не видите Вот здесь Я специально открыл картинку Там нет цифры 1, 2, 3 Она просто стоит Вверху Да На самом деле Тут вот Задач-то много Всяких Там В том числе Заключать коллективный договор Но При этом Вот вы сказали Что Для того Чтобы заключить Коллективный договор Да Вы пойдете И будете Получать доверенности Просить доверенности У людей А доверенность На чем будете делать На листочке бумаги А бумага Где возьмете Ее же надо купить Где-то Для нее нужны деньги Членские взносы И поэтому Дальше пошла Пошла цепочка И когда вы соберете Предложение От работников По включению В коллективный договор Тех или иных позиций Кто будет Принимать решение И кто Анализировать это То есть Если вы Сами сможете Проанализировать То ради бога А может быть Вам придется Привлечь Третью сторону Которая Тоже будет Денег стоить Поэтому без денег Никуда Как бы Как бы Старались Миром Правит Капитал Вот Весь Ответ Ну Тут Не капитал Тут Элементарная Вещь Что Даже Написать Вопрос И то Нужен Кусочек Бумажки Который Стоит День Поэтому Отказываться От сбора Членских Взносов Это будет Серьезная Ошибка Которая Приведет В конечном Итоге К ослаблению Профсоюзной Организации И ее Развала Значительно Быстрее Чем Если вы Будете Собирать Взносы Вот Ну Дальше Что Хотелось Отметить Что Касается Маврикоса Это Основная Тема Да И Маклейн Даже Не знаю Как вы говорите Мак Маклейн Президент ВФП Да ВФП Ну Да Они Действительно Являются Членами Партий Коммунистических Один Там В Южной Африке Другой В Греции Вот Но Дело все в том Что Изначально Структура ВФП Она Именно Строилась Как Классовая То есть Почему У них Это Произошло И происходит То есть Она Была Построена Как Классовая Структура Изначально Наше же Объединение Строилось Изначально Внеклассовое И как я сказал К нам входят Различные Представители Различных Партий И движений И поэтому Мое Опять-таки Мнение Хотя я вас Тоже Как бы Услышал Будет Перевариваться Это все В голове Но все-таки Мое мнение Я думаю Что В таком Многонациональном Скажем так Профобъединение В нашей Стране Ну Может быть Даже Не рекомендовано Было Хотя Членом Партии Это можно Быть Безусловно Но Поддерживать Явно Ту или иную Партию Мне кажется Это все-таки Ошибка Вот Шмаков Поддерживает Ядро Ну и что Это хорошо Что Это не Совсем Хорошо Нет Я же Как пример Это привожу Поэтому Мысль Интересная Хорошая Но И в продолжении Этой мысли Для того Чтобы нам Дальше С вами Построить Именно Вот На такой Платформе На платформе Классовых Профсоюзов Нам нужно Работать С вами На предприятиях В каком Направлении Вот В очередной Раз говорю Что Партийную Ячейку На предприятии Закон Сейчас запрещает Создавать И содержать Ну нет Закон Все Выгнали Нас Все партии С предприятий А профсоюзной Организации Работодатель Обязан Предоставлять Помещение И предоставлять И рабочие места И технику И наглядную Агитацию Развешивать Так вот Для создания Укрепления Классовых Профсоюзов Было бы Неплохо Если на предприятии На базе Имеющихся Членов Партии Скажем Вашей Да Создавались бы Первичные Профсоюзные Организации Которые требовали Бо у работодателя Помещение Он бы им предоставлял А в помещении В правкоме Стояли бы бюсты Висели некие плакаты Агитационные Именно С классовой Направленностью Вот это бы Хороший шаг Был Но это нереально Абсолютно Почему У меня есть Несколько примеров Где такие схемы Работают Именно так и было Когда в правкоме Стоял бюст Ленина Красный флаг Стоял в Туле Вот в депо У нас в одном Стояло это было И сейф стоял Спортивный Советский Нет В нашем Буржуазное время уже И сейчас есть Такие вещи Такие места Поэтому Вот над этим Тоже есть смысл Подумать Порассуждать Вот На рабочем месте Все это разместить Вопрос На чем не буду Но на рабочем месте Это на рабочем месте А когда есть Некое вот Помещение Вот такое Ты же на рабочем месте Не можешь вот такое Мероприятие провести Просто не получится Физически Тебя выгонят С этого рабочего места Отправят за ворот А там запрещено Вообще собирать Кого-либо А если у тебя будет Правком Ну он будет конечно Поменьше Размером А может и такой Вот в правкоме Ты можешь провести То есть как бы Вот опять Это можно спорить Можно не спорить Но это надо Пробовать и делать Но к сожалению Получается что Вот это наша с вами Классовость Она хорошо проявляется На улице На неких митингах На мероприятиях Проводимых партиями Либо еще Какими-то движениями Когда там кричат Долой Буржуя Общего и непонятно Какого А как только Ты на предприятии Скажешь Долой директора Что сработает? Если не долой Директора Долой политическую власть Долой Путина А на предприятии Все за то Чтобы долой Путина А Путин Это политическая власть Ну конечно Вместе с Думой И совсем Тише Тише Ответное слово Не мешайте Директор тоже бывает Членом коммунистической партии Потому что он в этих условиях Вынужден работать именно так Именно так Вот поэтому То есть Вы предлагаете мне Стать членом партии А я предлагаю вам На предприятиях На базе На базе членов партии Создавать первичные Профсоюзные организации Мы с вами найдем Общий язык в этой части Профсоюз защиты Именно на этой опоре стоит Стоит Полу стоит Да Вот видите Кстати Насчет примера Видите Работает И стоит То есть Есть некий пример И если у них есть Также помещение Правкомы Где работают Также вот члены партии С работают Членами профсоюза Прекрасно Вот И да В заключении Я привез с собой Несколько брошюрок Да Которые Мы издавали Но правда Она 15-го года Но она достаточно Актуальна Это Социальные факторы Трудовых конфликтов И роль Профсоюза В их предотвращении То есть Есть Наши Размышлизмы Ну Это не обязательно Что это так должно быть Но это наши Размышлизмы А пху блин Размышлизмы Мы имеем право Да Мы имеем право Так думать И так рассуждать Поэтому вот я оставляю Эти брошюрки Можете посмотреть Я прочитал Бег Я от конфликта Тише 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 Потом Товарищ Запад Нет Ну Где-то так Работает Где-то по-другому Ну Вы поймите Что одного Шаблона Для всех Быть не может Вот опять Вот сейчас Вот сказали Профсоюз защиты У них одна ситуация Профсоюз докеров Кстати вас тут Питерский Другая ситуация Авиодиспетчеры Третье Железнодорожники Четвертое Городской транспорт Пятый Вот мне на железной дороге Как и авиодиспетчерам На авиационном транспорте Запрещено в принципе Проводить забастовки Сейчас взяли и запретили Ну такой закон у нас А вот в других видах Отраслях Можно их проводить Совершенно Если кто готов У себя на предприятии Попытаться ее организовать Я готов приехать Помочь это сделать А тогда Я все проведем Будет все че Она правда будет незаконная Но все равно Мы сделаем все по закону За это никто не привлечет К ответственности И наша позиция такая Не бывает забастовок Законных Или незаконных Бывают забастовки Выигранные Или проигранные Если забастовка Даже незаконные Но в результате этого Люди получили Прибавку в зарплате Либо еще что-то Но она незаконная Да и черт с ней Что она незаконная Вот поэтому Тут Единых рецептов нет Можно рассуждать Если вы готовы Еще дальше Работок Час мало Если вот так Давайте думать Это день надо Ну да Чтобы вот Да Чтобы компактно Да Спасибо Евгений Александрович Все да И кстати да Презентацию я тоже Оставляю здесь Полную То есть это здесь Были выдержки И Галопом по Европе А там полная презентация Можете Степан Сергеевич Получить Потом попросить Да Можно у меня будет получить Кого заинтересует Да Товарищи Следующая лекция у нас Проводит Виктор Аркадьевич Тюлькин Через неделю 12-го числа Тема Уроки Донбасса И ситуация на Украине Блин Ну и в заключении Поздравляю всех С наступающей 103-й годовщиной Великого Октября Ура 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 Все спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok